МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы новости Большого округа. О главных событиях за минувшую неделю расскажу я, Константин Гиргая, и наши корреспонденты. Смотрите сегодня в выпуске. Скорейшего выздоровления. Детей, пострадавших в аварии на Красноармейском шоссе, навестил глава округа Максим Красноцветов. Помощь солдатам. Красноармейская компания передала военнослужащим мобильные комплекты средств гигиены. Здравствуй, зима. На территории округа заработали катки и зажглись городские елки. Приключения Деда Мороза в Пушкинском. В Доме культуры Ашукин отметили первый день самого холодного времени года. Об этом и многом другом прямо сейчас. Трое школьников пострадали в серьезной аварии на Красноармейском шоссе. Жертв нет, но участникам дорожно-транспортного происшествия потребовалась медицинская помощь. Детей госпитализировали в Московскую областную больницу имени профессора Розанова. Сегодня глава округа Максим Красноцветов навестил юных пациенток в стационаре. Спросить о самочувствии и подарить подарки. Глава округа Максим Красноцветов перед началом рабочего дня заезжает в больницу к школьницам, пострадавшим накануне в ДТП на Красноармейском шоссе. У Левковской горы такси столкнулось с микроавтобусом, в котором и были дети. Как здоровье? Как самочувствие? Хорошо? Лучше уже, да? Да. Понятно. Все, доктор говорит, скоро выписываюсь. Ученики седьмой школы из Латкарина ехали в Красноармейск. В автомобиле находились пять детей, учитель и водитель. Такси выехало на встречную полосу и столкнулось с микроавтобусом. В результате ДТП пострадали трое детей, которых доставили в Московскую областную больницу имени профессора Розанова. Один из детей потребовал оперативного вмешательства, но, к счастью, небольшого, скажем так, и больше с диагностической целью. Состояние ребенка стабильное. После операции она переведена в отделение реанимации под наблюдение. И сегодня мы планируем перевод ее обратно к тому отделению. То есть она больше не требует ни операции, ничего. У юных пациенток состояние стабильное, средней тяжести. Девчонки с удовольствием разбирают подарки и секретничают о том, что заказали Деду Морозу на Новый год. Обнимают плюшевые подушки и игрушки и складывают в картины пазлы. Говорят, что в больнице хорошо, но хочется домой. Да, у нас на территории случилось дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних. Трое детей пострадали, поэтому сегодня мы посмотрели, в каком они находятся в состоянии, как у них самочувствие. Дети в хорошем, прекрасном настроении. Сегодня двое точно поедут домой и на следующей неделе, я думаю, что третий ребенок тоже уедет домой. Не так часто на территории происходит ДТП с участием детей, с участием несовершеннолетних. Поэтому особое внимание этому уделяем и берем всегда на контроль судьбу этих детей, все, что с ними происходит, все, что с этим связано. В медицинском учреждении также находится и водитель такси. У него перелом голени, закрытая черепно-мозговая травма, множественные ушибы. По оценке врачей, его состояние тяжелое, но стабильное. Пассажирку госпитализировали в Мытище. Анна Пыльцина, Сергей Денисов, Анна Белова. Новости Большого округа. Крепкая экономика, надежное здравоохранение, качественное образование и модернизированное жилищно-коммунальное хозяйство. Эти и многие другие задачи входят в народную программу. Стратегический документ партии «Единая Россия». Программа сформирована на основании наказов избирателей со всей страны. Как выполняют наказы в городском округе Пушкинский, оценил председатель Комитета Государственной Думы России по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. Исполнение наказов жителей – первоочередная задача всех уровней власти. Сегодня обстоятельный разговор о том, как с этой работой справляется городской округ Пушкинский. Эта деятельность ведется в рамках народной программы – стратегического документа «Единой России», сформированного на основании обращений граждан из всех уголков страны. Итоги исполнения наказов подводит председатель Комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов. Он подчеркивает, что в современных реалиях необходим прямой контакт с жителями. Мы на правильном пути. Это абсолютный факт. Единственное, о чем я сегодня говорил, нам надо и не только в городском округе Пушкина, но вообще везде, конечно, вести практику и доставлять каждому человеку, направившему в свое время заказ, лично информацию о том, о статусе, как сегодня модно говорить, работа по этому наказу, либо уже сделана, либо в процессе, и когда это будет сделано, и будет ли сделано, или вообще. Если говорить о городском округе Пушкинский, мы на правильном пути двигаемся четко к цели. И самое главное, все понимаем масштаб необходимых городскому округу перемен и механизм этой реализации. Глава Пушкинского, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Максим Красноцветов знакомит с теми задачами народной программы, которые уже реализованы в округе. Открытие новой амбулатории в Зеленоградском женской консультации в Пушкино, капремонт школы номер 3 в Красноармейске и детского сада «Семицветик» в Ивантеевке. Работы по благоустройству, возрождение парков Пушкино, обновление площадей и скверов в Ивантеевке, ремонт дворов и дорог округа, ремонт Дворца культуры «Правдинский» и Ивантеевской детской школы искусств, рекультивация мусорного полигона «Царёва» и многое другое. Всего по округу почти 2500 наказов, из которых больше половины решены, остальные в работе. «Фактически нам надо участвовать в развитии каждой отрасли и целенаправленно идти вперёд, развивать эти направления. То, о чём сегодня говорили депутаты всех уровней. Сегодня к нам приехал депутат Государственной думы Сергей Александрович Пахомов, который подвёл итог, который информировал нас о том, что происходит у нас на уровне государственной власти». Останавливаться нельзя. Необходимы верные решения и крепкий экономический тыл, подчёркивает Сергей Александрович. Обязательно модернизация сферы ЖКХ. Так в округе в следующем году продолжат обновлять канализационно-насосную станцию в Ивантеевке. Активными темпами идёт строительство школы в Советах Ильича. Ждут расселения 63 аварийных дома округа. Оказание гуманитарной и консультационной помощи семьям мобилизованных также в числе важных задач. «Много делается, но нужно делать ещё больше, нужно бежать ещё быстрее. И мне кажется, вот это наша задача. Решить это можно только одним путём, входя во все возможные государственные и региональные программы развития. Таких очень много. Губернатор нас ещё поддерживает. Андрей Юрьевич очень чутко относится вообще к территориям. И я уверен, что отношение к нашему округу у него самое тёплое. Он готов нас поддержать, и коллеги из правительства готовы. Нам просто надо правильно построить эту работу и использовать тот потенциал и депутатов Государственной думы, и четырёх депутатов областной думы». Успех по исполнению наказов жителей депутат Московской областной думы Николай Черкасов видит в усилении программы инициативного бюджетирования. Это механизм, который позволяет жителям принимать участие в распределении части местного бюджета. Отчёты по наказам озвучивают также депутаты областного парламента Олег Гаджиев, Александр Легков и Сергей Кирселян. Людмила Ермакова, Владимир Парфёнов, Евгения Фёдорова, Мария Головачёва. Новости Большого округа. Активная стадия. Три корпуса ЖК «Пушкарь» построены. Сейчас главная задача – провести инженерные коммуникации. Вся разрешительная документация для этого готова. Застройщик приступает к работам в этом направлении. Более 300 дольщиков получат долгожданные ключи от квартир. Уже в следующем году обещают власти. Подробнее смотрите в сюжете. Приоритетная задача – расселение ветхого и аварийного жилья и решение проблем дольщиков. Сергей Пахомов лично инспектирует строительство жилищного комплекса «Пушкарь». Этот объект долго находился в статусе проблемного. Однако, благодаря усилиям администрации, этот вопрос сдвинулся с мёртвой точки. Всего 304 человека, которые пострадали от недобросовестных застройщиков, свои ключи в следующем году получат. Это как раз один из тех наших проблемных объектов, работа над которыми мы в следующем году завершаем. Коллеги наши из местной администрации в целом находятся в постоянном контакте. Есть проблемы на этом объекте с подключением к сетям, но решение этой проблемы – это наша общая задача. Мы с главой решение её нашли. Я думаю, что всё, мы успеем вовремя, и люди свои ключи наконец-то, после многих лет ожидания, получат. Проблема в том, что данные коммуникации проходят по землям, по федеральным землям, и достаточно большой перечень согласований, которые на сегодняшний момент, вот именно сегодня мы завершили, и приступаем к реализации этого проекта. Муниципалитет приобретает здесь по программе расселения аварийного жилья, жильё, которое будет предоставлено людям, которые на сегодняшний момент проживают в аварийном жилье. На данный момент здесь работают более 300 человек. На 100% готов первый корпус, второй – на 90%, третий – на 80%. В данный момент у нас завершены работы полностью по внутреплощадочным наружным сетям первого корпуса, второго корпуса, и на 70% завершены работы по наружным сетям третьего корпуса. Новый застройщик приступил к работам на этом объекте в марте 2022 года. Согласно контракту, первый корпус здесь должны сдать уже в первом квартале 2023-го. В общей сложности новых владельцев в трёх корпусах будут ждать около 900 квартир. Помогаем военнослужащим. Представители компании «Пластик-онлайн» передали Софринской бригаде 75 гигиенических наборов, 4,5 тысячи капсул с бытовой химией и 100 литров мыла собственного производства. В окопе, землянке или палатке теперь можно будет оперативно помыть руки, посуду или постирать вещи. Порядка 100 индивидуальных наборов для личной гигиены передали представители красноармейской компании «Пластик-онлайн» военнослужащим Софринской бригады. Набор гигиенических средств для тех, кто находится вдалеке от благ цивилизации. Это компактный пакет средств личной гигиены. Мыло, моющее средство в индивидуальных разовых упаковках. Сейчас такая ситуация, где каждый должен быть со своей стороной, каждый должен быть со своими ребятами. И мы помогаем непосредственно тем, что мы производим бизнес бизнесом, а здесь производство имеет определенные дополнительные мощности, которые мы можем использовать как раз на помощь, для того, чтобы ребятам было комфортно. Сейчас компания работает над разработкой стелек, который держит тепло около шести часов. Подогревают ступни, работают по аналогии со спортивными грелками и дорабатывают сухой душ. Компактный набор, который поможет помыться. Некая пластина, которая при контакте с водой будет превращаться во влажное полотенце, пропитанное мылом. В полевых условиях можно будет принять душ. Передадут на передовую, как только запустят в производство. Анастасия Спирина, Владимир Овсянников, Яков Глэйзер. Новости Большого округа. Трогательно, искренне, с любовью. Ивантеевская школа номер два отпраздновала 85-летний юбилей. За время богатой истории Акимовка, как называют ее педагоги и ученики, изменилась и преобразилась. Стала современной и комфортной. 37-й год, новостройка. Построили школу. Она не была средней. Позже ей уже статус присвоили средний. В этой истории много старых фотографий, знаковых побед и тысячи учеников, которые стали успешными в жизни. Ивантеевская вторая школа празднует 85-летний юбилей. Наша школа выросла не только количественно, но и, скажем, качественно. Мы стараемся все-таки реализовывать все программы, все, что нам рекомендует и министерство, и губернатор. Стараемся идти в ногу со временем. Главе округа Максиму Красноцветову показывают выставку, подготовленную к празднику. Этот макет – один из победителей конкурса «Моя любимая школа». Признания в любви звучат и со сцены. Акимовка, родная наша, Акимовка, ты вечно молода. Акимовка – так называют школу ученики и учителя. Своё негласное имя она получила в честь директора Владимира Акимова, который был у руля с 1980 по 2001 годы. Последние 10 лет школьный корабль возглавляет Светлана Шершнёва. Делимка средней общей образовательной школы номер два города Иванзиевка. Это целое поколение педагогов, которые формировали эту историю, которые складывали её по кирпичику. И то, что мы сегодня имеем, конечно, за это стоит поблагодарить, безусловно, коллектив, который сейчас работает. Я хочу сказать им слова благодарности. За многолетний и добросовестный труд и значительные заслуги в сфере образования. Директора, завучей, педагогов награждают почётными грамотами Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство образования Московской области, главы округа. Вы у меня самые мудрые и умные, самые строгие и добрые. Но и прежде всего вы неравнодушные люди. Педагоги стабильно готовят медалистов и стобальников. Только в прошлом году два выпускника получили высшие баллы на ЕГЭ по истории и биологии. Великолепным ученикам желаю хороших оценок, хороших знаний, и чтобы всё притворилось в жизни у каждого. Всех с праздником. Сегодня ученики демонстрируют со сцены свои таланты. Театр моды «Нюанс», вокальная студия «Лира», многочисленные спортивные секции. Школьные кружки и объединения помогают детям раскрывать и развивать свои способности. История продолжается. Давно зреет решение возвести к школе новую пристройку. Земельный участок непростой. Однако администрация округа пытается найти выход. Рядом... Например, автозаправочная станция, складские помещения. Все эти объекты имеют санитарно-защитную зону. Но перспектива есть. Есть действительно, я бы сказал, радужная перспектива. И я уверен, что в ближайшее время мы всё-таки решим вопрос по строительству пристройки на территории общеобразовательной школы номер два. «Акимовка» – одна из самых востребованных школ в Авантеевке. Сейчас здесь постигают азы наук и прописные истины. Более трёх тысяч учеников. Педагогический коллектив. Около 180 сотрудников. «С днём рождения! Родная школа! Любви!» Анна Пыльцина, Евгения Фёдорова, Анна Белова. Новости Большого округа. 30 лет со дня создания. Ивантеевское отделение Всероссийского общества инвалидов отмечает юбилей. Глава округа Максим Красноцветов в торжественной обстановке поздравил организацию. В уютном зале немноголюдно. Сегодня здесь самые активные. Те, кто много лет назад начинал работу с людьми с ограниченными возможностями. И продолжает её сейчас. Глава Пушкинского Максим Красноцветов отмечает вклад сообщества в жизнь города Ивантеевки и всего округа. Благодарит руководителей за внимание, желание помогать и создание условий для реализации людей с инвалидностью. Сегодня важный день. 30 лет. Поздравляю. Самое главное желаю всем здоровья. Это в первую очередь. Желаю бодрости духа. Никогда не унывать. Никогда не останавливаться. Идти к новым целям. Добиваться. Добиваться больше. Объединять больше людей. И поверьте мне, те люди, которые смотрят на вас, смотрят на вас с уважением, где-то с восхищением. Я вас поздравляю. Участники Ивантеевского отделения Всероссийского общества инвалидов, а это более 300 человек, сегодня ведут активную деятельность. Занимаются спортом, живописью, рукоделием, иностранными языками, устраивают совместные кинопросмотры, посещают выставки, путешествуют, проводят творческие фестивали, занимаются благотворительностью. Глава округа вручает почетные грамоты, благодарственные письма и, конечно, цветы членам сообщества. А в заключение встречи преподносит большой сладкий подарок. Все на каток. Наступившая зима радует нас снегом и морозами. И, конечно, возможностью провести время активно и весело. На территории городского округа Пушкинский открылись первые городские катки. На улице минус 13, но любители активного отдыха низкие температуры нисколько не пугают. Целыми семьями люди приходят в городской парк культуры и отдыха в Ивантеевке. 1 декабря здесь открылся один из первых в Пушкинском – городской каток. Более 800 квадратных метров для веселья больших и маленьких горожан. Кто-то только делает свои первые шаги по свежему льду. А кто-то чувствует себя на льду увереннее, чем на земле. У юной фигуристки, неоднократной победительницы межмуниципальных соревнований Московской области по фигурному катанию, 11-летней Полины Бакке – серьезная миссия – обкатать новое ледовое покрытие в честь торжественного открытия Ивантеевского катка. Фигурное катание для меня – это как моя вторая жизнь или больше моя вторая личность. Потому что, смотря сколько я занимаюсь, я очень предана этому фигурному катанию. И несмотря на преграды, я все равно никогда это не брошу. А кем ты себя видишь? Можешь сейчас сказать? Тренером фигурного катания. Увидимся на катке! Горячие мелодии, жаркие выступления. Замерзнуть точно не выйдет. Рядом с катком расположился утепленный пункт проката спортивного инвентаря. Выбрать коньки или лыжи на любой вкус, цвет и размер могут все любители зимних активностей. Наш прокат на данный момент имеет более 120 пар куньков, более 25 пар лыж. Мы даем это все в аренду. У нас через две недели будет открыта горка, куда приглашаем всех. Часы работы в будние дни, кстати, могу обрадовать, что с понедельника по четверг с 10 до 2 часов будет каток всегда бесплатный. Не считая праздничных дней. В субботу 3 декабря в округе откроется еще часть катков. Всего же на территории Пушкинского появится 24 городских катка. Самый большой из них расположен на улице 50 лет комсомолов Пушкином. Его площадь составляет 2750 квадратных метров. Большая часть городских катков заработает в округе до середины декабря. Юлия Постриганева, Антон Рябов, Владимир Парфенов, Анна Белова. Новости Большого округа. В первый же день зимы в гости к юным ашукинцам приехал Дед Мороз. Он решил вместе с ребятами встретить весело и ярко начало самого холодного времени года. В Доме культуры Ашукина подготовили мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки, анимационную программу и выставку «Зимнее настроение». В гостях у Дома культуры Ашукина ученики пятого класса Ашукинской школы. Их встретили веселые снеговики. По случаю начала зимы они вместе с ребятами делали новогодние украшения на елку. Мы традиционно встречаем зимний период какими-нибудь творческими мероприятиями для детишек, для взрослых, для всей нашей аудитории. На мастер-классе делали украшения на елку из шишек. Сначала их нужно было покрасить в белый цвет. Задача довольно непростая, так как необходимо тщательно прокрасить все чешуйки шишки с обеих сторон. Ну и, конечно, желательно самому не испачкаться. Чтобы шишку можно было повесить на елку, ребята потом прикрепляли с помощью клеевого пистолета к ней веревку, а также украшали свою работу еще маленьким бантиком. Очень хорошее настроение. Я очень рада, что пришел на этот праздник. Такое весело прям очень. Мне очень нравится. А сегодня такие шишки первый раз сделал? Да, сегодня первый раз. И как ты успел три сделать? Ну, просто быстро делал. Девочки, поделитесь, как у вас настроение? Первый день зимы. Какие впечатления? Нормальные. Новогодние. Хорошие. Все прекрасно. После мастер-класса все дружно отправились на улицу к елке. Ребята и снеговики сначала водили хоровод, а уже потом повесили свои шишки на елку. Подарком для ребят стало появление Деда Мороза. Вместе с ним и снеговиками они водили хоровод вокруг елки и танцевали. Так в Доме культуры Ашукина встретили первый день зимы. Двигайся! Замри! Пейте, дружно, пейте, давайте танцевать. После гостей из Ашукинской школы в Дом культуры приехали члены клуба «Активное долголетие». Они тоже сделали украшения на елку из шишек. Второй частью праздника стало открытие выставки «Зимнее настроение». На ней собраны творческие работы жителей поселка Ашукина. Алла Жигарева разместила информацию о том, что собирается организовать такую выставку. Жители поселка с радостью откликнулись. Например, здесь есть живопись. Это работы художника Андрея Нуфриенко. Еще можно найти картины Алексея Росляева, его алмазную мозаику и роспись картин по номерам. Есть работы сотрудников ДК. Кроме того, выставку дополнили поделками детей. Их привезла библиотека из микрорайона Росхмель. Всего на выставке представлено более 30 работ. Евгения Коломейц, Владимир Парфенов, Юрий Добрунов. Новости Большого округа. Громкая премьера. Около года Пушкинский музыкальный театр готовил новую постановку. Мюзикл «Беспреданница» стал интересным экспериментом для всей труппы. Для театра это настоящее культурное открытие. На премьере побывала Евгения Коломеец. К 200-летию Островского Пушкинский музыкальный театр подготовил новую постановку. Это мюзикл «Беспреданница» по мотивам одноименной пьесы. К нему вся труппа готовилась около года. Постановка не похожа на предыдущие работы театра. По словам режиссера-постановщика мюзикла Бориса Урецкого, это настоящее культурное открытие. Все события пьесы развиваются уже в наши дни, а музыкальный жанр – рок. Мы готовим спектакль для современного зрителя. В средних условиях. Но это Островский. Понимаете, это Островский. Я говорил когда-то, что настоящая классика, она современна всегда. Мы можем через тысячу лет узнать, насколько будут современные нынешние драматурги. То, что время будет Островский, это понятно. И классик, она будет современна в любой интерпретации. Мы не должны ее пошлять. Но это все могло быть сейчас. Это могло быть в Москве, в Петербурге, в Казахстане, в Белоруссии. Это могло быть на Дальнем Востоке. Это могло быть везде. Эта история могла быть и сейчас. Для новой «Беспреданницы» написали 31 музыкальный номер. Это приблизило произведение к рок-опере. В создании мюзикла приняли участие солисты театра. Композитором выступил Юрий Лазарь, сыгравший Карандышева, а лепритистом Валентина Веленская. Она исполнила роль Ларисы. Вообще, с детства люблю это произведение «Беспреданницы». Еще маленькие мне смотрели, да, Никиту Михалкову. «Мечта сбылась», музыка написана на великолепное либретто Валентины. Замечательная музыка написана. Вы знаете, я дольше готовилась к началу этого написания. Я готовилась к нему очень долго. А я все время подходил и говорю, ну как да? Мне все говорили, Валя, пиши, Валя, почему ты не пишешь? Я сама себе задавала вопрос, Валя, почему ты не пишешь? Действительно, наверное, решиться на что-то такое очень большое, очень сложно. Особую роль в создании мюзикла сыграли и костюмы с декорациями. У всех героев в одежде можно увидеть такой элемент, как веревка. В виде украшения на шею или пояса. У кого-то эти веревки просто свешиваются по спине. Так зрителю намекают на бесов. Неспроста первые три буквы в названии прописные. Эти сети, в которых запутывается Лариса, да? Сети на бесов. Карадышев, который стремится туда, ведь Лариса для него тоже средство. И хоть забыто все давно, но в обыдь с тобой со мною все равно. А всю боль, мой вечный грустный мой, моей любви. Премьерный показ мюзикла «Бесприданница» состоялся на сцене Дома культуры «Правдинский». Новая постановка собрала полный зал. На премьеру приехала и заместитель главы округа Елена Панькиф. Безусловно, браво! Браво, уважаемые артисты! Эти аплодисменты за вас и вам. Вы прекрасны. Поздравляю вас всех с премьерой. Я думаю, что этот спектакль будет еще неоднократно греметь на сценах нашего округа. «Пушкинская Бесприданница» стала одной из 24 культурных инициатив, получивших финансирование Министерства культуры Российской Федерации. Проекту был предоставлен грант от Российского фонда культуры. Кроме того, театр принял участие в конкурсе Союза театральных деятелей. И первые репетиции прошли в усадьбе Щелыково в Костромской области, в имении, где жил сам Островский. Я так счастлива, что они меня приглашают за все премьеры. Я просто в восторге. И, конечно, великолепно все. Мне все нравится. В принципе, понравилось. Пришли со своим классом, нас пригласили посмотреть. Мне первый акт понравился. Можно передать привет цыганям, которые там были. Играть цыгане мне очень сильно понравилось. Очень понравилась сама трупа. Прекрасно. Все-таки уже спелись. Это тоже немаловажный фактор. И приятно на них смотреть. Движения у них приятные все. Мюзикл «Беспреданницы» уже показали в домах культуры строитель и современник. 2 декабря Пушкинский музыкальный театр со своей новой постановкой приедет в Красноармейский городской дворец культуры. Евгения Коломейц, Владимир Парфенов, Яков Глэйзер. Новости Большого округа. Напоминаю, что все наши сюжеты и материалы вы можете найти в социальных сетях, во Вконтакте, в Одноклассниках и Телеграме. Также подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзене. Кроме того, программа новости Большого округа выходит и на Рутубе. И на этом у меня все новости на сегодня. С вами был Константин Гиргая. Всего вам доброго и хороших выходных. Субтитры подогнал «Симон»!